Программа в теме. Журналисты Радио ЗФМ о людях, событиях и фактах. Копирайтинг – термин, который на слуху. Однако объяснить, чем конкретно занимается копирайтер, может далеко не каждый. Тем не менее, в социальных сетях мы буквально купаемся в их работе. В студии Александра Милешко и сегодня мы поговорим о задачах и целях копирайтинга. А расскажет нам сегодня об этом специалист в этой области, послит Анна. Здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Спасибо большое, что пригласили. Очень интересный опыт. Постараюсь поделиться всем, что узнаем. Супер. Ну, расскажите для начала, что такое копирайтинг и в чем его сила в современном мире? Копирайтинг – это наука о продающих текстах. Наука. Наука. Наука, которой можно научиться. Потом мы об этом с вами еще поговорим. Смотрите, дело в том, что люди не телепаты. И если вы не расскажете, в чем ваша сила как эксперта, в чем особенность и уникальность вашего продукта, как у вас этот продукт купить, заказать, люди об этом никогда не узнают. Логично. Логично. Не поспоришь. Поэтому мы должны об этом писать. В соцсетях, конечно, картинка. Инстаграм – это картинка, безусловно. Она играет огромное значение. Но текст, я считаю, тоже. И важно тоже понимать такой момент. Когда-то есть прекрасный маркетолог Игорь Ман. И он у себя в Инстаграме однажды спросил. Скажите, пожалуйста, из последних девяти постов, какой мой пост продающий? И я написала. Все вас продают все ваши посты. Потому что что-то говорит о вас как о специалисте. Что-то как о прекрасном человеке. Что-то как о мужчине, у которого широкий круг общения и интересов. Вас продает каждый ваш пост. И он ответил. Да, верно. Так и есть. А вот можете привести еще пример. Такой вот прям пример задачи копирайтера и ход его решения? Конечно. Давайте. Смотрите. У нас, как я стала вообще копирайтером? У нас с мужем салон кухонь. И я начала помогать вести аккаунт нашего салона. И поняла, что мне не хватает знаний. И я стала копирайтером. Но вы не только помогли вести. Вы буквально вытянули изъявы бизнеса. Так и есть. Действительно, это был кризис очень серьезный. Я могу об этом рассказать немножко? Смотрите. Я была мамой. 10 лет в декрете. С тремя детьми. Муж, каменная стена. Мне не нужно было выходить на работу. Я рожала, воспитывала детей. Все было прекрасно. Ничего не предвещало беды. Ничего вообще не предвещало беды. Но случились тогда кризисы. Один, второй. И мой муж спокойный, серьезный. В один момент вдруг сказал, что остановил машину. Я помню тот момент со слезами на глазах. Посмотрела на меня. Я сказала, вот если еще полгода такой работы, мы закрываем салон. А у нас родилась третий ребенок, дочка. У нас сотрудники. И я такая, нет. Надо что-то делать. Да, я человек дела. И я создала аккаунт. Да, чтобы слушатели знали, вот у вас растяжение ноги. А я пришла. Вы буквально преодолели. Четыре лестницы. Я в шоке. Чтобы встретиться с Сашей. Именно так. Поэтому человек дела это точно. Человек дела, да. И вот как раз мне очень помог копирайтинг в этом. Я за плечами, у меня есть грустная история. Я работала в салоне итальянской мебели когда-то. И не очень там хорошо продавала. И ушла, потому что я должна круто делать свою работу. И я решила все навсегда, что это не мое. Я не умею продавать. Но тут у меня не было выхода. Стимул-то какой. Да, стимул был колоссальный. Действительно, спасти бизнес мужа. Что я могла сделать? Вот у меня ребеночек маленький. Я могла начать писать тексты. Я могла вести Инстаграм. И я действительно это сделала. У меня это вышло. И возвращаясь к вашему вопросу. Смотрите, пример. Давайте кухню возьмем. Мне так быстрее вам объяснить. Во-первых, нам нужно очень четко понимать, кто наша целевая аудитория. Для кого мы пишем. Хотя в копирайтинге есть важное правило. Нужно писать так, чтобы вас понял восьмиклассник. Или ваша бабушка. Вот вы можете объяснить суть вашего бизнеса. Бабушке в тексте или восьмикласснику? Значит, нормально. Вы хороший копирайтер. У вас получается. Мы определяем нашу целевую аудиторию. Например, это молодая пара, которая купила кухню в Новой Боровой. У нас есть вот они. Мы должны им объяснить, в чем мы хороши. Я понимаю, что эта кухня, например, объединена с гостиной. Я рассказываю в своем посте. Я рассказываю историю, как пришли люди, пара. Я прям сразу говорю. Купили кухню в Новой Боровой. Я говорю, что у нас есть задача. Это сделать кухню в пространстве, гостиная, объединенная с кухней. Что делает для этого дизайнер? Какая должна быть эта кухня? Что он предлагает? И в конце я еще говорю. Вот он результат. Вот эти красивые фото, красивые видео, хороший отзыв. Это результат. И в конце, пожалуйста, обязательно добавляйте призы в действие. Я говорю, как к нам можно прийти и купить эту кухню. То есть так, все по пунктикам, все четко. У нас есть цель. И сразу результат. Да, да. А вот где еще может работать копирайтер, кроме как в сфере какой-то рекламы? Ой, ну вы знаете, вот сейчас на самом деле, куда вы ничего не коснетесь, тексты нужны. Нужны тексты для лендингов, нужны тексты для сайтов. Ой, а давайте попроще. Вот что было на букву L. Это такой сайт, по сути, одна страничка, которая вас продает. И там нужно тоже очень четко, конкретно, не слишком растягивая, написать, чем вы хороши, чтобы человек к вам пришел. И даже для того же блогерства нужно уметь писать. У нас, вот в Америке, например, у них картинки, да, Инстаграм – это картинки красивые, и что-нибудь там, пару фраз. Но у нас люди читают. У нас читающая, слава тебе, господи, страна еще до сих пор. Вот, и у нас люди читают. И, например, я использую эти методы копирайтинга. И у меня, например, очень много, у меня всегда поражаются, там, мои коллеги-блогеры, откуда, почему, как тебе столько отзывов, ну, столько откликов, столько комментариев пишут. Ну, потому что я использую эти моменты, да. Сыпанули. Да, есть, есть у меня такие, я вам их расскажу, если хотите, поделюсь с удовольствием. Да, такие вот моменты, которые я знаю, что людей это должно зацепить. А вот сколько времени у вас уходит на работу в день, неделю? Ведь, насколько я понимаю, вы сами себе режиссер. По моему опыту, очень сложно выставить границу. Личная сфера, работа. И когда телефон пиликает 24 на 7, можно зайти сюда? Именно, так и есть. А что касается написания текста? Вообще, вот я тоже всем посоветую, каким образом у меня это происходит. Я прошу дизайнеров наговорить мне голосовые сообщения о кухне, да. Тоже, если вы работаете с заказчиками, даже если вы пишете текст для себя, пожалуйста, возьмите и наговорите голосовой. Почему? Потому что копирайтинг и тексты в соцсетях, они проговорения. Мы должны писать так, как мы говорим. Вот, это очень важно. Мне наговаривают текст какой-то. У меня есть уже ключевые вопросы. В чем круть кухни? Что хотели люди? Похвалите заказчиков, похвалите себя. Вот это пункты, по которым обязательно нужно пройтись. Я пишу текст. Ну, час это занимает. Час занимает написание текста, даже несмотря на то, что у меня там за плечами 6 лет опыта практически ежедневного. Также я пишу сторис. Вот, кстати, да, насчет сторис. Ведь это тоже важно. Вы должны в 15 секунд, ну, пусть там одна тема займет, там, 2-3 сторис, да, у вас. Вы должны основную мысль донести до вашего. Емко и понятно. Да, емко и понятно. Плюс вы должны прописать это текстом, опять же, выделив самое главное. И вот тут можно сесть часа на 3. Еще у меня есть личный блог, где я пишу, и у меня очень много общения с подписчиками, за что им большое спасибо. Расскажите, кстати, как вас найти в Инстаграм. Последанно. Так он называется. Кухня Альва Лайн Китчен. А надо же рассказать. И иногда я смотрю, и мое время в телефоне 8 часов. Ой-ой-ой. Да, это может быть реально рабочий день. Так что, если вот кому-то кажется, что эти блогеры бездельники ничего не делают, я очень советую просто взять и попробовать показать свой день, написать там фосты, сторис какие-то интересные, откликающиеся, и тогда вот сказать, легко ли это. Ну вот сейчас появилось много сайтов по копирайтингу в интернете, которые обещают сделать копирайтером буквально любого человека с улицы. Так ли это? И вообще, что нужно, чтобы стать вот именно хорошим копирайтером? Вы знаете, мне кажется, что очень важно все-таки любить писать. Ну вот прям, чтобы хорошим, не вынужденно, как я там, ты идешь на СМ-курсы, и в Фейсбук, это настройки ужас. А вот ты пишешь, и тебе нравится то, что ты делаешь. Нужно, ну хотя бы вот вам нравится, да? Я филолог, белорусский филолог по образованию, и мне нравится, мне нравилось всегда писать. Я вела личный блог, как такое записки жизни своей семьи, там о детях, настрой детей, там о муже, о наших отношениях. Вот. И потом к этому просто я пошла учиться. Я сначала, вообще, мне было жалко денег, честно скажу. Я думала, мы и так, кризис, боже мой. А нужно ли вкладывать деньги? Потому что учеба, там, 200 долларов, 300 долларов курса по копирайтингу зависит от, там, 400, может быть, и больше. И я такая, нет, я, наверное... Да, по сердечку режет. Режет по сердечку. И, ну, ребята, в чем огромный вообще плюс, да? Вот на данный момент вы можете найти море бесплатной, прекрасной информации. Ильяхова, например, Максим Ильяхов, редактор, автор книг, прекрасный. Вот у него книжка есть, пиши, сокращай. Сердце болело. Болело. Как сократить свой шедевр? Как сократить? Но вот читаешь книжки, смотришь YouTube, прям вы загугливаете там, копирайтинг. И вы это читаете. И что очень важно, не просто вы читали, посмотрели, а вы сразу это применяете. Потом я пошла на очень хороший курс по копирайтингу. Ну, вот смотрите, я где-то год, я делала все сама. Было абсолютно бесплатно. То есть я находила информацию в Инстаграме, я находила информацию, я читала по ночам эти книжки по копирайтингу бесконечно. На маркетологов подписалась. Это очень важно, потому что копирайтинг у нас же о продажах, да? И важно понимать еще тонкости продаж. И только через год я уже отважилась. Муж выделил денег. Я прям все... Ну, и онлайн можно учиться, это прекрасно. Я пошла на курсы по копирайтингу. На данный момент у меня их, наверное, пять за плечами. Мне нравится этим заниматься. Да, мне интересно. И прям мои тексты там уже приводят в пример. То есть этому можно реально научиться клянуть. Даже если вы не любили писать сочинения. Вот я не любил там писать сочинения. И вообще люди, знаете, они о себе такого бывают мнения. Ой, нет, у меня не получится. Она критичная очень у нас. Да, у меня был коллега на курс... Я пошла учиться в школу маркетинга. У меня был коллега прекрасный. У них с женой салон маникюра. И он говорит, Аня, помоги мне для про-бизнеса написать статью. Я говорю, ну давай, присылай мне материал. И он присылает. Ну, я не умею писать. Я там не писал, ничего. У меня ужасно получится. А уже почти шедевр. И он присылает мне шедевр. Я говорю, Андрей, я не буду тут даже ничего править. Это никаких ничего за тебя... Это прекрасно. Замечательно. Живой, прекрасный текст. Отправляй его, пожалуйста, журналисту. И это, ну реально, по-моему, их интервью было одно из самых популярных вообще за всю историю про бизнес. Итак, вера в себя и любовь в письмо. Да, да, да. А я напомню, что у нас в гостях сегодня блогер, копирайтер и совладелица салона «Кухонь». «Послед Анна». После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу. Оставайся на «Радиус ФМ». Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты «Радиус ФМ» о людях, событиях и фактах. Мы снова в прямом эфире у микрофона Александра Мелешко. А в гостях у нас «Впослед Анна». И мы сегодня обсуждаем, как написать текст, который зацепит вашу аудиторию. Анна, расскажите, вот вы можете назвать три критерия убедительного текста? Конечно, могу. Значит, смотрите. Первое. Мы для текста используем факты. Например, человек говорит, я прошла много обучений. Ну, хорошо, там, косметолог. Я прошла много обучений. Ну, здорово. Но, если она добавит, что я училась в Германии на курсе инъекционная какая-нибудь там механика, я прошла трёхмесячный курс, там какой-нибудь диспорт навсегда, я там использовала, значит, закончила там университет по специальности, там врач, какой-нибудь дерматолог. Вам это больше скажет, чем я много училась? Да, мы используем конкретные факты. Дальше. Итак, один критерий есть, ещё два. Да, да, да. Цифры. Если мы говорим о продажах, мы используем цифры. Опять же, вот тоже, смотрите, мы уже, у нас очень большой опыт работы в кухнях. Мы работаем 20 лет, и за это время мы поставили, сколько там, господи, 3200 кухонь по всей Беларуси. Разница есть. Это, как говорил маленький принц, все взрослые любят цифры. Вот это, клянусь вам, с этого можно ещё и начинать, даже вот мы поговорим, начинать свой пост именно с цифр, потому что в них есть для людей магия. Цифры смотрят. И ещё это должна быть, если мы говорим про историю, про стори-теллинг, это должна быть интересная история, в которой герой разруливает ситуацию. Вы к чему-то приходите, от чего-то к чему-то вы пришли. Ясные факты, цифры, конкретика. И если мы говорим про стори-теллинг, он должен базироваться как раз вот по этому принципу. А вот как написать цепляющий пост конкретно в Инстаграм? И сейчас не только о рекламе, но вот и просто для блога. Вот веду свой блог, и хочется вот зацепить аудиторию, чтобы комментариев было не 2, а вот 22. Сколько у нас смертных грехов, вы не помните? 7 вроде бы. Нет, не 13. Вот, значит, мы берём грехи, да, и вот эти темы зацепят людей обязательно. Во-первых, мы должны, напомню вам, мы должны писать так, как мы говорим. Представьте перед собой свою подругу, о чём бы вам было интересно с ней поговорить. И вот прямо вы можете взять и словами наговорить ей этот текст. Я глубоко убеждена, что нужно в постах писать на темы, которые вас трогают очень. Вот вас саму трогают. Я хочу писать так, чтобы мне было интересно безумно написать, и я ждала с нетерпением комментариев. Вот такие темы. Но я вам скажу сразу, конечно, муж я, история знакомств. Вот есть вещи, которые понятны очень большому кругу людей. Это любовь, как вы там познакомились с мужем, как вы вышли замуж, как вы узнали про свою беременность, роды, кстати, тоже, да. А очень трогательная тема взаимоотношений с детьми и с подростками. Если вы, я, знаете как, я сразу решила, что я буду искренним человеком, и у меня, ну, не скажу, что прямо было очень радужное детство, и я говорю об этом. Может быть, это какая-то моя терапия своеобразная. Я говорю об этом. Я рассказываю честно, что у меня там вот дочь подросток, и мы очень близки, но мы тоже, например, мы уходим к психологу. Я рассказываю какие-то такие вещи, которые меня саму очень трогают, и мне интересно, действительно, не из пальца высосанное, а мне интересно узнать мнение людей. Какие-то свои инсайты. Например, мне 40 лет. Я, вот пост мой недавний, я просто за пару лет я начала очень переживать по этому поводу, что это какой-то рубеж, что я уже старая, о, боже мой, престарелый блогер, все какие-то молоденькие, вот, ты идешь в ресторан, ты какая-то старая там сама, и тут вдруг, вот мне исполнилось 40 лет, и я поняла, что это просто потрясающе, что это возраст мой берег, что у меня есть любимая работа, что у меня там 15 лет, я люблю своего мужа, что у меня трое детей, я хорошо выгляжу, да, и теперь, когда меня зовут на какие-то сомнительные вещи, или вот я понимаю, что человек пытается где-то что-то как-то воспользоваться, я такая, да мне 40 лет, да мне, нет, я мне уже 40 лет, я уже взрослая, нет, я уже на это не соглашусь. И я написала этот пост. Вот это, ну, это действительно было мое озарение, и мне, Людик, я спросила девочки, а как вам? В вашем возрасте. В вашем возрасте, девочки, что там после 40 происходит? У меня в 22 болит спина. Вот, видите, вам захотелось ответить? Смотрите, Саша, вы мне ответили, да? Вот это комментарии. И людям, кто-то мне написал, спасибо огромное, я боюсь, да, а вы прям, а кто-то мне написал, что я после 40 лет вышла замуж за мужчину, там, на 15 лет моложе, и у нас новая семья, и вообще я... То есть это было море комментариев. Мне было самой очень интересно писать, а людям было интересно отвечать. Вот сейчас на пике популярности ТикТок. Вот, однако, тексты там, ну, никто особо большие не пишет, а вот кричащие заголовки, они прям в почёте. Есть какие-то лайфхаки, как придумать вот такую креативную, короткую подпись к видео? Смотрите, вы тоже ответьте себе на вопрос. Это как с текстом, просто с роликом. Что я хочу здесь сказать? О чём я хотела здесь сказать? Ну, знаете, когда снимаешь Котика, очень сложно сказать, что ты хотела здесь сказать. Хорошо. Есть вообще... Это называется кликбейтовые заголовки. И когда-то я написала пост, а нас... Не пост, а я написала статью на ProBusiness. И я подбирала фотографии мужа меня. И так получилось, ну, так случайно совпало. Муж был на трёх фото в одном и том же свитере. И я посмеялась и написала журналисту, что, о боже, я уже представляю себе заголовки. Муж ходил в одном и том же свитере, но вытянул бизнес. А я ещё... Я-то была какая-то как-то так... Прислонилась к нему на фото, и получилось, как будто у меня горб. Горбатая жена спасла бизнес мужа. И мы очень посмеяли журналистам, но она взяла эту фразу. Жена спасла бизнес мужа. И я её понимаю. Меня так немножечко это дёрнуло, потому что я считаю, что муж у нас, основной человек, если бы я не верила в то, что я делаю, в то, что он делает, да, в то, что мы делаем, ну, этого бы ничего не произошло. Но, конечно, этот заголовок цеплял. Единственное, что я бы предостерегла вас от заголовков, таких вот интриг, которые... А, ну мы... Давайте про тексты скажу. Которые вообще не соответствуют истине. Боже, муж меня оставил. Я одна. И потом там, он пошёл за круассаном и принёс мне что-нибудь такое. Или там, моё сердце разбито. Ну вот, и потом человек читает и понимает, что... Ммм, вообще-то меня выставили дураком здесь. Я поверила там где-то, посочувствовала. То есть такое не стоит. Вот вы оцените, что вы хотите. Если вы хотите просто набрать подписчиков и набрать, ну, на такой хайповый немножко теме, да, ну, делайте так. Если вы хотите расти как блогер, например, если вы хотите, чтобы к вам обращались серьёзные достаточно бренды, вы хотите на этом зарабатывать, вы хотите быть экспертом, а не просто весёлой девочкой-блогером, задумайтесь об этом. Вот. А что касательно заголовка? Что касательно заголовка, в ТикТоке сработал мой ролик. Я набольно давила, да. Я снялась с дочкой рядом. Это было просто секундное. Она сказала, ой, мам, ну ты уже, конечно, старовато для ТикТока. И я выложила, значит, вот я выложила такой заголовок, где написала, что моя 13-летняя дочь, там, или сколько ей было, считает, что я в 38 слишком стара для ТикТока. И это была лавина, лавина. Он вышел, вылетел в какие-то там топы, растопы. То есть вот какой-то вот такой момент, который жизненный и на какую-то такую боль. На неморочек, сатира такая. Да, и понимаете, а что там, боже, ну это начались такие изумительные, там меня в Инстаграме-то любят, там основные девушки. А в ТикТоке с пивом пойдёт. Да не волнуйся ты ещё, ничего не стара. А, так вы тоже вот думайте над этим, а что вам люди будут писать на эти заголовки? Ну, на такой позитивной ноте мы сегодня завершим наш диалог. Спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, было полезно. Очень. На сегодня это всё. В гостях у нас была Послед. Анна, если ты вдруг не успел нас послушать или хочешь получше усвоить какую-то информацию, то видео будет доступно на нашем сайте. С тобой на одной волне сегодня была Александра Милешко. Оставайся на Радиус ФМ и хорошего тебе дня. Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by